Популярность таких соревнований неуклонно растет. Современная молодежь с полной ответственностью подходит к будущей службе в рядах российской армии. Как показывает опыт, я как еще член призывной комиссии в городе Курат-Анафе, когда был военкомат, при опросах не было случаев, чтобы кто-то отказался служить в армии. Это за такой промежуток времени действительно были варианты, когда не хотели, когда-то. Сейчас нет такой. В том, что молодежь действительно стремится узнать больше о военных дисциплинах, показали уже первые старты. Слаженно и быстро молодые патриоты преодолевали полосу препятствий, оказывали помощь условным раненым, собирали и разбирали оружие. Руслан Бадалян много времени уделяет предмету основы безопасности жизнедеятельности. В любой момент любой мужчина должен защитить нашу страну, уметь. И армию должен пройти каждый человек. Я тоже буду проходить этот путь так же. Организаторы соревнований отмечают, что с каждым годом количество желающих испытать свои силы увеличивается. Причем все чаще о себе заявляют девушки. Они не только оказывают медицинскую помощь, но и довольно ловко справляются с оружием. Во-первых, мы тренировались в нашей школе. Наш командир, он нас собирал. Мы почти по три часа сидели в школе, тренировались, разбирались, собирали автоматы, бегали, перебинтовывали всем, накладывали шины. Подготовка, подготовка, еще раз подготовка. По итогам соревнований из десяти команд традиционно были выбраны лучшие. На третьем месте ученики седьмой школы, второе место поделили школа номер 11. Гимназия Эврика победителем эстафеты стала команда гимназии Аврора.